всем привет в этом видео я решил продолжить тему зарплат в германии и сегодня я вам расскажу о том какие приблизительно получают зарплаты сотрудники в больницах младший медперсонал имеются ввиду медсестры медбратья санитары и есть такое понятие вот в домах престарелых альтенфлегер то есть ухаживающие за престарелыми людьми во первых для того чтобы получить профессию такую нужно отучиться как минимум три с половиной года не обязательно посещать как говорится профтехучилище или здесь называется беру в шуле можно устроиться помощником врача на обучение в любом практике будь то терапевт будь то физиотерапевт или какой-то гомеопат или еще кто-то главное чтобы у вас была бумага о том что вы проходите или прошли практику обучение по специальности допустим помощник врача и соответственно на основании потом этой бумаги вы проходите специальные курсы и после этих курсов вы можете работать допустим медсестрой там или щеки медбратом но на альтенфлегера нужно именно учиться почему потому что тут нужно знать как обращаться со стариками с больными как за ними ухаживать как помочь им подняться с кровати как допустим поднять больного человека если он допустим шел по коридору упал споткнулся его нужно правильно уметь поднять так чтобы не сделать не нанести ему увечья не повредить его суставы не вывихнуть ему руку там из плеча это очень такая вот скажем так щепетильная работа требующая должного внимания должного прилежания старания при изучении но она потом себя оправдывает так вот простые санитары они получают примерно 1700 1800 в месяц чистыми медсестры или медбратья в больницах они получают в зависимости во первых от категории этой больницы от их опыта работы от их также тарифной сетки вот тарифной ставки они получают приблизительно от двух до двух с половиной старшая медсестра она может получать евро на 200 на 300 больше если частная клиника то естественно там совершенно другие расценки совершенно другие зарплаты вот люди которые занимаются работают именно вот в этих домах престарелых ухаживают за стариками они получают приблизительно две с половиной тысячи чистыми в месяц на них накладывается немножко больше ответственности чем на обычных медсестер в принципе это почти то же самое только нужно знать что ты ухаживаешь именно за пожилыми людьми за престарелыми людьми а не за просто больными там взрослыми или подростками или или за детьми тут есть некоторые нюансы на которые нужно обращать потом внимание но это в процессе обучения всегда объясняют людям рассказывают показывают и естественно может повезти даже к примеру тому кто пошел отучился на вот это вот альтенфлегера ухаживающего за стариками за пожилыми людьми многие люди такие которые отучились на вот эти вот профессии и получили очень хорошие дипломы получили хороший сертификат они потом организуют свои фирмы я точно не знаю сколько стоит создать такую фирму потому что там своя бюрократия там же один человек не сможет работать там нужно как минимум четыре пять шесть человек для того чтобы они могли ездить по адресам к надомникам к надомным больным допустим делать массаж делать маникюр педикюр то же самое что убирать у них в квартирах это все тоже входит вот в эти вот обязанности этих вот как бы альтенфлегеров если допустим люди не хотят идти в дом престарелых а находятся живут и дальше в своей квартире они подписывают договор с такими фирмами и эти фирмы уже обслуживают этих людей у них на дому они могут также отвезти вас допустим на своей машине вот на фирменной машине могут отвезти к примеру к врачу если у вас есть какое-то время назначено там посещение при на прием к врачу они могут допустим если люди старики сами далеко идти до магазина они могут их возить в магазину это все входит в оплату их услуг частично оплачивает больничная касса частично оплачивает сам человек который вот подписывает контракт с вот этими вот фирмами на свое то скажем так вот больничное обслуживание в общем зарплаты вот такие вот от двух до двух с половиной иногда даже до трех тысяч зависимости от того работает ли человек в частной клинике работает ли он в государственной больнице работает ли он в врачебном в врачебной практике обычный вот этот медсестра или медбрат или человек который вот помощник врача который сидит на на регистрации на регистратуре и ведет учет документов выдачу рецептов и так далее работы есть всякие работ очень много главное чтобы было желание работать ну естественно чтобы человек стремился работать потому что если как говорят у нас тут местные наши политики нам нужны рабочие руки поэтому нам нужны мигранты мигранты приехали и ни хрена работать не хотят так что же получается нам теперь еще больше нужно мигрантов для того чтобы среди тысячи мигрантов нашелся один или два которые скажут что да наконец-то я пойду работать или вы ребята работаете или вы идете все лесом куда-нибудь поэтому жесткие правила сейчас они начинают уже вступили в свою силу но окончательно и бесповоротно все это будет принято в жестких рамках с 1 января 2024 года вот тогда уже действительно те мигранты которые не хотят работать и не просто вынуждены будут бросить германию и свалить куда-нибудь другое место где государство такое же лопухнутое как и немецкая страна ну я надеюсь что все-таки немцы уже начинают просыпаться особенно наше правительство начинает просыпаться и понимает что блин собрать сюда в половину африки собрать сюда половину украины собрать сюда половину молдавии и болгарии и так далее дать всем социальную помощь это 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 невыносимо нужно же откуда-то брать эти деньги чтобы закладывать в эту кубышку из которой они дают социальные пособия поэтому если люди не хотят работать с ними будут прощаться все что я хотел сегодня сказать по теме зарплат не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий и всем удачи пока